методология вранья как лента .ру мочит в кавычках газпром статья в журналистской правде за 30 мая 2020 года это кавыгтинское месторождение оно как суслик вроде бы есть но если верить ленте то его нет масштаб вреда от лжи зависит от двух факторов наглости вранья и громкости его произнесения лента .ру ухитрилась идеально выполнить оба условия одно из самых популярных российских сми опубликовала вброс космических масштабов и космической глупости но глупости ли или это чудовищная по своим размерам провокация которая может стоить россии миллиарды и миллиарды долларов глупости ли измена или измена через глупость речь идет о так называемом расследовании почему кавычки тут уместно скажем ниже мечты срываются ссылочка с под заголовком газпром теряет полтора миллиона рублей рискует сорвать поставки газа в китай на миллиарды долларов утверждение которое с поразительной легкостью и безответственностью позволяют себе журналисты ленты сравнимы по потенциальному резонансу с фейками про смерть первых лиц государства и массовой катастрофы если кратко сила сибири не способна качать газ в китай поскольку чаяндинское месторождение оказалось не способным обеспечить нужные запасы топлива да что там чаяндинское крупнейшее в россии месторождение кавыгтинское якобы полностью пусто однако сложности с геологоразведкой оценкой запасов актуально не только для чаяндинского месторождения по словам филиппова аналогичные проблемы уже фиксируются и на другой ресурсной базе силы сибири кавыгтинском месторождении кавыгтинское месторождение не то что в два раза она полностью не подтвердилась мы были вынуждены делать перерасчет в проекте и вообще убирать одну зону из разработки потому что она оказалась полностью сухой только из-за того что геологоразведка была выполнена не полностью говорил щеголеву филиппов аудиозаписи разговора имеются в распоряжении ленты .ру знаете это 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 даже слов не находится буковки написать легко какие угодно что станет с биржами с акциями газпрома с активами всей доходнейшей отрасли российского бюджета буковки то потом может и будут опровергнуты в пух и прах а кто вернет убытки кажется это все-таки тянет на измену но давайте исходить пока из презумпции невиновности отработаем версию глупости в ее пользу есть тоже достаточно весомые аргументы дело в том что сама методология расследования не годится совсем из-за своего полного непрофессионализма только мы открываем расследование в кавычках как уже в третьем абзаце наталкиваемся на режущий глаз явной ложь цитата похожая история приключилась и со второй частью северного потока американские санкции сдвинули сроки сдачи проекта на год настоящий момент проект завис у россии не хватает мощностей для строительства трубы в одиночку и ссылка идет на самих себя на февральский материал ленты про то что российский газопровод северный поток 2 не должен заработать никогда именно так похоже рассуждают сша новые санкции против него могут ввести уже в марте на этот раз наказание обещают потребителям европа покупают все больше сжиженного природного газа и спг и защищать проект не готова пока запуск северного потока 2 перенесен на год но все выглядит так что россия обойдется и без него да и в газпроме фактически признали что новый маршрут уже не нужен конец цитаты то есть с первых же строк мечты срываются отсылают к материал где утверждается газпрому быстро пришлось признать что достраивать газопровод нечем единственное судно трубоукладчик удовлетворяющие условиям куплены в китае в пятнадцатом году академик черский однако он законтрактован для проекта сахалин 3 так что перевод его на северный поток 2 вызовет задержки в других работах поразительно что авторы так называемого расследования банально три месяца не смотрели новости и упорно игнорируют тот факт что черский давным-давно покинул дальний восток успешно совершил переход на балтику и в данный момент загружается трубами для завершения укладки из п-2 как сообщило агентство блумберг трубоукладчик академик черский принимает трубы для северного потока 2 в немецком порту мукран агентство ссылается на спутниковые снимки мукрана которые были опубликованы планет лапс ин корпорейшн точка на них видно что секции газопровода находившиеся в хранилище неподалеку от гавани переместились на пристань с краном для их погрузки таким образом пишет агентство газпром извините газпром переводит строительство трансбалтийского газопровода финальную стадию вот как так а в какой реальности они существуют почему логика у них базируется на давно устаревших и изменившихся фактах уже одно это моментально настраивает читатель на мега критический лад и заставляет думать а нет ли тут некоторой предвзятости и вы таки удивитесь предвзятость буквально пропагандонского накала там есть достаточно прочесть финал так называемого расследования который кажется писал алексей навальный цитата национальное достояние еще никогда не было так близко к провалу ради спасения международной репутации в ход идут новые мегапроекты и триллионы рублей в том числе из денег российских налогоплательщиков россия мировой лидер по доказанным запасам газа правда миллионы россиян по-прежнему не могут оценить этот факт по достоинству газовых домах по-прежнему нет а в условиях снижения спроса на российские поставки сейчас вероятно самое время отказаться от пренебрежения к собственным гражданам и повернуться к ним лицом лёш ты ну признайся и стоит чуть копнуть как моментально выясняется что о газпроме и о его проектах лента пишет исключительно в одном ключе смакуя неудачи и выдумывая их с нуля пожалуйста позавчера 26 мая газпром остался без транзита через польшу 20 мая доходы газпрома от продажи газа за рубеж обвалились и турции оказался не нужен российский газ два вброса за один день ау это российская сми или цензор нет и если предвзятость обнаружено то пусть читатель сам выбирает кто больше заслуживает доверия чернуха от ленты или официальный ответ газпрома ссылочка с линком переходом поставки газа в китай по газопроводу силы сибири будут производиться строго в соответствии с контрактом сообщили рбк в газпроме по данным компании объем газа поступающего из скважин на чаяндинском месторождении выше проектного давать окончательную оценку скважинам работы по которым еще не завершены не имеет смысла газ в китай по силе сибири поставляется и будет поставляться строго в соответствии с контрактом сказали в компании конец цитаты а то что это не просто слова подтверждается и фактами цитата объем поставок российского газа в китай по газопроводу силы сибири с момента его запуска превысил первый миллиард кубических метров об этом свидетельствуют данные генеральной администрации по таможне китайской народной республики и федеральной таможенной службы россии конец цитаты так почему лента вру игнорирует эти очевидные неопровержимые факты чтобы спровоцировать свои хайповой клеветой экономические потрясения и это уже не просто глупость Григорий Игнатов специально для журналистской правды методология вранья как лента .ру мочит газпром на прямое видео макия